Раздел 3. Белорусские земли во второй половине 16-18 веков. Образование Речи Посполитой. Положение ВКЛ в политической системе Речи Посполитой. Государство с названием Речи Посполитой, а что в переводе с польского языка обозначает республика, образовалось в 1569 году. Это государство представляло собой союз ВКЛ и польского королевства, просуществовавшие до конца 18 века. Предыдущей попыткой подобного союза историками считается Креевская уния 1385 года, в результате которой великий князь Литовский Егайло стал еще и польским королем. Виленско-Родомская 1431 года и Градельская 1413 унии подтверждали условия династического союза, при котором правили представители династии Егелонов. Натриполитическая причина объединения ВКЛ с Польшей были связана с желанием шляхты, как господствующего ВКЛ сословия, приобрести такие же шляхетские вольности, которыми владела шляхетское сословие в Польше. В то же время многочисленная польская шляхта стремилась починить ВКЛ в качестве богатого предатка Польши и получить для себя новые земли и должности. К тому же руководство католической церкви в Польше рассчитывало через союз своей страны, где господствующее положение занимало католической религии, с ВКЛ распространить влияние католицизма на восток. К этим причинам добавлялось еще и то, что король Польши и одновременно великий князь Литовский Сигмунд 2 Август, который не имел детей, был беспокоен, что после его смерти ВКЛ может разорвать династическую унию и избирать себе отдельного от Польши монарха. Внешне политические причины объединения ВКЛ с Польшей были обусловлены тяжелым положением ВКЛ в связи с Ливонской войной, которую ввел за выход на Балтийском море московский царь Иван IV. Он считал белорусские земли своего отчина и стремился вернуть их в состав московского государства. Выход к Балтийскому морю закрывала Польша, ВКЛ и Ливония, объединения княжеств, которые были основаны крестоносными и рыцарями Ливонского ордена на прибалтийских землях. ВКЛ Ливонская война получила название Инфляндской, так как территории, за которую велись боевые действия, назывались в княжестве Инфляндами. Война завершилась ям за польским перемирием. Оно зафиксировало поражение московского государства, которое не сумело получить выход к Балтийскому морю. В 1569 году создавался Люблинский сейм с участием сенаторов Польши и послов ВКЛ, который продолжался 6 месяцев. Польская сторона добивалась инкорпорации или включения ВКЛ в состав Польши. Делегация ВКЛ выступала за заключение военного союза с Польшей, чтобы проводить совместную внешнюю политику. На семи польской шляхте удалось добиться от короля Польши великого князя Литовского Сигизмуда 2 августа значительных территориальных уступок. Ряд богатейших земель ВКЛ был включен в состав Польши, в результате чего территория ВКЛ значительно сузилась. В конечном итоге представители ВКЛ во главе с маршалком Яном Хаткевичем вынуждены были согласиться на унию. Ян Хаткевич при этом заявил, «Нам и нашим внукам будет очень обидно, если на это дело со временем придется смотреть не с любовью, а с печалью». ВКЛ вынуждено было принять многие польские условия объединения двух государств, которое произошло 1 июля 1569 года. Общим высшим органом власти становился Сейм, который мог собираться только на территории Польши. Общего для ВКЛ и Польши монарха избирали феодалы Польши и ВКЛ. Отдельного избрания великого князя Литовского не предусматривалось. Например, король Речпосполитый Стефан Баторий был признан шляхтой ВКЛ, также и великим князем. Год Ливанской войны под его руководством был отвоем Полцк. Резиденцией Батория стал Гродно, где для его потребностей был перестроен замок, а сам король занимался своим любимым делом – охотой. Отдельные ВКЛ и Польши оставались административный аппарат, законодательство, судебная организация, войско. Титул, печать с символом государства и язык официального делопроизводства. Большинство белорусских историков считает, что условия объединения ВКЛ и Польши в составе Речи Посполитой свидетельствовали о ее федеративном характере. Федерация представляет собой форму государственного устройства, при которой несколько государств объединяются и создают новое союзное государство, сохраняя при этом собственные законодательные, исполнительные и судебные органы власти. Люблинская уния была компромиссом феодалов обеих стран, в результате которого сложилось шлихетское многоэтническое государство, в составе которого до конца XVIII века находилась ВКЛ. Отключение Люблинской унии вызвало борьбу за сохранение самостоятельности ВКЛ, которая связана с именем Льва Сапеги. Его детство прошло в несвежей притворе Радивиллов. Канцлер ВКЛ магнат Николай Радивилл-Черный отправил 14-летнего юноши на учебу в Лейцепский университет. После учебы Сапега получил должность королевского писаря пристав аниматорий. В 1589 году Сапега стал канцлером ВКЛ. Он также исполнял обязанности Виллинского воевода и Великого Гетмана. Благодаря деятельности Льва Сапеги ВКЛ сохранила в составе Речи Посполитой элементы самостоятельного развития, что дает основание историкам употреблять выражение «государство обоих народов». Подтверждением государственной самостоятельности ВКЛ стал статут «третий». Тогами Люблинской унии осталась недовольна большая часть магнатов ВКЛ, которые нужно было делить политическую власть польскими магнатами. Многие из них не попали в Сенат, высшую палату Сейма Речи Посполитой. Разрывать унию пытались в середине XVII века магнаты Радивиллы, а в конце этого же столетия магнаты Сапеги стремились восстановить полную самостоятельность ВКЛ. После таких попыток в 1673 году было принято решение о проведении каждого третьего Сейма Речи Посполитой в Гротне. К унии отрицательно относились также шляхта ВКЛ, которая, в отличие от польской шляхты, имевшей право получать земельное владение в пределах ВКЛ, практически потеряла такое право в тех районах, которые были присоединены к польскому королевству. Ликокняжская шляхта отказалась от участия в избрании на троза Стефана Батория. Она составляла меньшинство в посольской избе, в низшей палате Сейма Речи Посполитой. Каждый посол или депутат Сейма владел правом либерумвета, или правом свободного запрета. Если хоть один посол был не согласен с постановлением Сейма, то он кричал «не позволяем», что означало прекращение работы Сейма и отмена принятого на нем постановления. Шляхта очень городилась этим правом, который в действительность ввело к анархии и ослаблению страны. Вошли смерть Сейма до 2го года, шляхта стала избирать короля Речи Посполитой пожизненно. Паламычи короля определяли документы под названием «Пакта конвента» и «Генриховой артикулы». Пакт конвента, как соглашение между шляхтой и новоизбранным королем, определял условия избрания на престол Речи Посполитой, обязанности монарха, и составлялась для каждого короля отдельно. Корнация нового короля происходила в Кракове, где он руководил похоронами своего предшественника, совершал паломничество к мощам святого Станислава. Примас, руководитель католической церкви, опоясывал нового короля мечом, возлагал ему на голову золотую корону и вручал в руки скипетр и яблоко, золотой шар с крестом. Генриховы артикулы предусматривали свободное избрание короля шляхтой, свободу вероисповедания, обязанности короля собирать Сейм один раз в 2 года. Королю запрещалось без согласия Сейма вводить новые налоги и созывать шляхецкое ополчение. Если шляхта не соглашалась с королем или стремилась достигнуть определенных политических целей, то она имела право на создание конфедераций, временных военно-политических союзов. В 1588 году комиссией под руководством канцлера ВКЛ Астафия Воловича и под канцлера Льва Собеги был подготовлен третий статут ВКЛ. Статут был составлен на старо-белорусском языке, который понимало большинство жителей ВКЛ, который имел статус государственного. В тексте статута ни разу упоминалось про Либридскую унию. Статут обязывал правительство вернуть отторгнутые от ВКЛ земли. Занимать государственные посты и получать земли ВКЛ согласно статуту не могли чужеземцы и их заграничники, в том числе и поляки. Статута нашла отражение теории разделения властей на законодательную сейм, исполнительную великий князь и должностные лица, и судебную, созданную в 1581 году высший судебный орган, трибунал ВКЛ и местные суды. В выступлении к статуту Лев Сапега сформулировал главную идею правого государства – подчинение всех людей, независимо от занимания должностей и единому праву. Статьи статута обязывали великого князя Литовска проводить политику веротерпимости. В рейс-гезьмунде 2 августа установились равноправые отношения и толерантность между феодалами разного вероисповедания. Так был отменен параграф корраде Лескуни 1413 года, который давал преимущество занимавшим государственную должность феодалам-католикам. Законодательное оформление равенства в правах всей шляхты нашло отражение в статуте. В результате Люблинской уни проявились в полонизации шляхтовых келл через присоединение ее к польским шляхетским вольностям. В 1697 году на сей мере Речи Посполитой было принято постановление о уравнении прав, согласно которому великая княжеская шляхта полностью уравнилась в правах с польской. Шляхте в Экэл, как и польской шляхте, было дано право полного контроля за деятельностью короля, что значительно ограничивало ее власть и предоставляло шляхте возможность не подчиняться королю, если тот откажется от исполнения шляхетских вольностей. Этим же постановлением в 1697 году все официальное дело производства Речи Посполитой, в том числе и в Экэл, было приведено на польский язык, который получал статус государственного. В многоэтническом Экэл постепенно сформировалось новое сослое, которое называли народ шляхетский. Оно состояло в большинстве своими шляхты, объединенной едиными правами и привилегиями, значительной степени единой религией, а также польским языком. Таким образом, в 1569 году возникло новое государство, Речи Посполитой, состоящее из Экэл и Польши. Причинами этого стали Ливонская война, стремельный польский феодалов вкрепить свое финансовое положение, а феодалов Экэл заполучили золотые шляхетские вольности. Результатом он не являлась полонизация и окаталичивание земель в Экэл.